Было чем удивить и чем поделиться. В минувший вторник Пинск принимал участников молодежного поезда хэштег «Беларусь молодь натхнений». Их ждала обширная программа, в том числе знакомство с городом, его жизнью и традициями. Впечатлениями от пребывания в столице Полесья гости поделились с моим коллегой Владимиром Городнюком. Яркий, раскрашенный цветами радуги поезд привез в Пинск такую же молодежь, ту же яркую в своем проявлении и активную в стремлении двигаться вперед, помогать и развиваться. Наш город встречал 90 парней и девушек, среди которых студенты, представители трудовых коллективов, молодежных, общественных и спортивных объединений, айтишники, блогеры, парламентарии и волонтеры. Еще до приезда в Пинск они побывали в Витебске, Шклове, Могилеве, Гомеле. И эта поездка, рассказал руководитель молодежного поезда Сергей Сыранков, была не какими-то праздными покатушками, а способом узнать что-то новое и почерпнуть полезное в разных городах Белоруссии. Самое главное, чтобы ребята, участники данного поезда, безусловно, увезли с собой не только позитив, энергию всех регионов Белоруссии, но и также ознакомились с теми проектами, идеями и в дальнейшем понесли их молодежные массы в целях дальнейшей консолидации молодежной среды. В программу знакомства с нашим городом вошло посещение мемориального комплекса «Освободителям Пинска». К вечному огню молодежная делегация пришла не только с цветами, но и с особым атрибутом, сотворенным своими руками. «И в рамках патриотической акции «Беларусь помнит» мы привезли с собой полотно, на котором изображены имена героев Советского Союза. Мы побывали уже во многих областных городах и сегодня мы здесь у вас в Пинске, чтобы выразить дань памяти за свободу, за независимость, за мирное небо над головой у нас сегодня». В том году была проделана очень большая работа по всем регионам нашей страны. Были собраны имена людей, которые воевали, погибли. На полотне нанесены имена участников войны. Пинчане среди них также есть. У нас был молодежный марафон, где был выставлен автобус и любой желающий житель города Пинска мог прийти, оставить имя и фотографию своего родственника, который воевал либо погиб в этой войне. И также имена были нанесены на это полотно. Рассказ о подвиге освободителей Пинска, минута молчания в память о погибших и возложении цветов к вечному огню, стала одним из пронзительных моментов, которые в этот день запомнились гостям. «Удивил, конечно, ваш мемориал, который я на самом деле первый раз такое вижу, еще в плане в городе городского типа, когда он относительно небольшой этот город, но здесь тут традиции. Я считаю, что невозможно создавать что-то новое, творить будущее, если мы забываем о прошлом». Еще больше впечатлений молодежь получила от открытого диалога, устроенного в поле СГУ. Собеседниками ребят стали члены молодежного совета при Национальном собрании Республики Беларусь, руководства Пинского горисполкома, члены Пинского молодежного парламента. Во встрече также приняла участие председатель госконцерна по производству и реализации товаров легкой промышленности Татьяна Логинан. Нынешнее молодежное движение страны сравнивают с комсомолом и его добрыми традициями, которые когда-то приносили немало пользы на благо общества и государства. На это стоит ориентироваться и сегодня. В таком мнении сошлись участники диалога. После него состоялось еще одно мероприятие. Это брифинг с представителями местных СМИ. В его ходе гости Пинска узнали, как, к примеру, работает городская газета «Пинский вестник» и что один из главных принципов ее работы – соблюдение информационной безопасности. Каждый сотрудник издания должен отвечать за каждое напечатанное слово. Вы все сейчас продвинутые пользователи, да, у вас много там, вы подписаны на множество телеграм-каналов, есть множество приложений и зачастую у вас даже не бывает, может быть, запроса, да, на ту или иную информацию. Ну, гаджеты прямо пиликают, информируют вас, а так работают современные информационные технологии. Поэтому, ну, кто несет сильных ответ, да, то есть уже этот материал, который к вам приходит? Никто, да, то есть в интернете зачастую материал может быть без автора. И узнать, правда это или нет, сложно. Как раз в газете, говорит Анна Колодич, происходит все иначе. Если уже все-таки материал опубликован, он имеет своего автора, либо же за него ответственность несет главный редактор. Поэтому, как говорится, отвертеться не получится. Если вдруг что, не зря же говорят, что написано пером, то не вырубишь это пором. Каждый день, когда мы приезжаем в города, у нас есть такие открытые диалоги, это Беларусь вчера, сегодня, завтра, где наша молодежь встречается с интересными людьми. Когда мы рассказываем, о чем приехали, да, когда мы знакомимся с интересными гостями, и у нас всплывают вопросы, мы получаем от них ответы, которые в дальнейшем помогут нам понять, как мы будем дальше развивать нашу молодежную государственную политику. Не обошлось и без жеста доброты. Участники молодежного поезда преподнесли подарки социально-педагогическому центру Пинска. Как руководитель направления «Твори добро», я хочу сказать, что наши волонтеры никогда не будут в стороне, всегда придут на помощь, поддержат и никогда не станут равнодушными. А это уже сами гости принимали подарки в виде номеров творческих коллективов и артистов. Эмоции и позитив парней и девушек после пребывания целый день в столице Полесья, может, немного и поиссякли, но устроенный на пинской пешеходке концерт вновь зародил их энергией. Вместе с этим получился еще один яркий момент в знакомстве с нашим городом, не последним на пути молодежного поезда. Все замечательно. Пинск просто радует нас своими красивыми улицами, своей историей. Довольно красивый город. Ну и все вообще, мне все понравилось. Ваша гостеприимность. Люди здесь настолько доброжелательны. Когда мы пришли, нам махали рукой, нам кричали «Ура, ура!» Пинск! 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 Спасибо! Спасибо! Спасибо!